Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 25 февраля 2019 года и у микрофона Леон Вайнстайн. Я начал серию, которую назвал «Мифы современной Америки», где пытался рассказывать вам о том, что утверждают наши левые оппоненты и почему практически все утверждения, которые ими вдвигаются как абсолютные аксиомы, постулаты, они не являются ни тем, ни другим, а являются враньем. Сейчас, это уже четвертый выпуск, я посвящу весь его одному и тому же вопросу и, по крайней мере, сейчас это будет последний выпуск этой серии, потом посмотрим, может быть, буду добавлять. И, наверное, это самый важный выпуск из всех, которые я делал и миф следующий, миф номер 8, уже о семи мифах я уже разговаривал. А утверждение левых, что они основываются на науке, они серьезно обосновывают все свои заявления, и только выполнение этого кодекса, кодекса левых сил, левых принципов, приводит к равноправию, миру, спокойствию и счастью человечества. Пробовали ли вы когда-нибудь сказать верующему мусульманину, что Магомед пророк, он педофил? Я пробовал. А реакция была моментальная и спонтанная. Выражение ненависти возникает на лице, экспрессия прямой агрессии и желание возникает у них убить своими руками. Желого тихо, глаза наполняются бешенством и ненавистью, и руки непроизвольно начинают сжиматься. А слюна выделяется иногда и брызгает во все стороны тоже. То есть, не объяснение, скажем так сказать, привычек и правил тех времен, не дискуссия, а открытая, нерациональная совершенно, открытая такая оголтелая ненависть. А пытались ли вы когда-нибудь сказать верующему прогрессивисту, что вы не верите, скажем, в индуцированное человеком или человеческой активностью мировое изменение климата? Вы даже не сказали, может быть, не верите. Вы просто позволили себе усомниться. Реакция происходит тоже немедленная, моментальная. Она включает в себя напряжение всех лицевых мышц вашего оппонента, естественно. В глазах пылает тот же огонь ненависти, что и у мусульман. Руки непроизвольно сжимаются и разжимаются. Похоже, значит, ваше горло собирается вцепиться и начать душить. И явное презрение такое к вам, как к недочеловеку. Значит, проступает на лице и в тоне голоса оппонента чувствуется, значит, такое похолодание. Вот, так сказать, как будто ты недочеловек абсолютно, значит. И что вот это вот потепление или похолодание, или изменение климата происходит вот именно из вот таких людей, как тот, который задал вопрос. Значит, я, что я стараюсь, так сказать, сказать, что вот рассказывая о одинаковости, так сказать, этих двух реакций. Что реакция на иное мнение идет неадекватная совершенно. Если предположить, что собеседник базирует свое мнение на фактор, статистике, рассуждениях, то, скажем, такая реакция совершенно непонятна. Тогда идет обсуждение, факты, выяснение, какие факты есть у вас и прочее. А вот то, что следует то, о чем я говорю, говорит о том, что с вами разговаривают фанатики. Пробовали ли вы найти логику в утверждениях фанатиков? Значит, мне не удалось и никогда не удавалось. Такие же реакции идут на утверждение, что человек должен оставлять себе там продукты своего труда. И это аморально забирать у него часть этих продуктов и использовать их, значит, чтобы раздавать кому-то другому. Причем абсолютно не тому, кому тот человек, который произвел эти блага или продукцию или что-то еще, хотел бы. А против чего он, очевидно, возражает. Попробуйте сказать такому рациональному, как он говорит левому, что страна имеет право впускать кого хочет и не впускать тоже кого он хочет через свои границы. Вам объяснят, что вы подлый убийца. Попробуйте сказать, что вы считаете, что аборты, например, во время третьего триместра – это убийство. Вам скажут, что вы фашист. Попробуйте сказать, что молодежи надо объяснять разные подходы к решению социальных проблем и ситуаций. Можно сказать, что капитализм вытащил из бедности миллионы людей, а там, скажем, всякие феодализмы, централизованная светская или духовная власть, диктатуры разного толка загоняли, например, людей в беспросветную бедность и унижение. И вам скажут, что вы лично готовы вашу бабушку за деньги сбросить с высокого утеса в обрык. Или сообщат вам, что не в деньгах счастья. Похоже ли это вам на научно обоснованные, ну, скажем, так сказать, рассуждения, разъяснения принципов левого движения, значит, на базе, скажем, так сказать, того же Маркса, Ленина, Троцкого, Мао. По Гитлера, Пол Потта или Чаушеску. Или, скажем, Алинского, если мы говорим об американской специфике. К сожалению, те, кто называют себя атеистами, то есть, кто не верит и говорит, что... Не говорит, что не знают, скажем, есть Бог, нет Бога, а говорит, не верю. Точно так же, как другая сторона, которая говорит, верю, значит, абсолютно одно и то же. Я верю, а я не верю. Никаких доказательств, не знаю, другая сторона не приводит, потому что не нужно, потому что все основывается на вере. Значит, они вот эту вот оголтелую, ненаучную, значит, оголтелость, извиняюсь за масло масляное, они вносятся во все остальное, значит, во все какие свои остальные веры и уверенности. Не идет разговор о фактах, разговор идет о том, что я верю или я не верю. То есть, я верю, что будет светлое будущее в результате вот таких вот действий. И все, точка. А любой человек, который не верит в это, он, сука, и цвет подонок, там, его нужно распять на костре, сжечь, там, и четвертовать одновременно. Значит, оголтелые левые, выяснилось, такие же религиозные фанатики, как и оголтелые мусульмане. Как, значит, вот ни с теми, ни с другими. Невозможно говорить на темы, где они, скажем, повернуты на чем. В других областях это могут быть совершенно нормальные, как бы, так сказать, интересные, образованные люди с вполне рациональными мнениями, подходами, анализами. Но как только заходит разговор, касающийся предметов их веры, их верования, значит, их религии, они становятся совершенно невменяемыми. Значит, вполне возможно, что их убеждения на чем-то рациональном основаны. Но мне за всю мою жизнь так и не удалось понять, на чем. Все, к чему призывают леваки, кажется мне абсолютно идущим вразрез с натурой человека. А значит, ну, пока нас Бог не изменит, естественно, Бог, в которого, значит, левый не верит, а работать не будет, если не изменит и приведет к прямо противоположным результатам. Это и с моей точки зрения, и с точки зрения очень многих крупных, так сказать, философов и политэкономов и тому подобное. Там, так сказать, Людвиг Ван Мессус, Эндрю Галамбус, Айен Рент и тому подобное. Давайте попробуем все-таки разобраться сами в основных убеждениях левых. Если планировать промышленность, говорят они, и потребление, и сделать его централизованным, то не будет ни перепроизводства, ни нету производства, то есть дефицита, ни безработицы, и цены и товары будут совершенно, так сказать, доступны населению. Звучит красиво, правда? Было бы очень здорово, что называется. И на словах как бы очень заманчиво. Но вот, значит, вот у нас, например, 10 человек, да? Скажем, нам нужно по 3 пары обуви, там, будешь, или каждому, и мы планируем произвести 10 умножить на 3, 30 пар. Зачем нам там 134 пары, правильно? Или, так сказать, нам не хватит 22 пар. Зачем что-то другое, вот, так сказать. Но, вот интересно, что происходит из-за этого? Значит, за скобками остается, что так как конкуренции не будет, и продажа туфель будет гарантирована, зачем коряжиться и выдумывать, скажем, новые фасоны, вводить там новые технологии, все время усовершенствовать и удешевлять производство. Во всем без исключения централизованных экономиках, они бывают двух типов, на самом деле. Значит, одна социалистическая, коммунистическая такая, так сказать, где все средства производства принадлежат государству, и социалистически-фашистская, очень такое условное, так сказать, разделение, где все средства производства в частных руках, но контролируются государством. Там, сколько надо выпускать, чему выпускать, кому и по какой цене продавать. Так вот, во всех этих, значит, экономиках централизованных, во-первых, качество товаров ухудшалось в разы, а, значит, изменение в товаре не вносилось годами, пока, так сказать, не было какой-то там приказ, и все имели практически одинаковые туфли, одинаковые книги, одинаковые школьные портфели, одинаковые серванты, значит, одинаковые зонтики. Можно, конечно, жить и так, но привыкнув к другому, очень не хочется. Централизованная экономика требует огромного государственного аппарата, чтобы обслуживать нужды населения, значит, и нужды правительства по наблюдению, учету и обузданию населения, если правительство сочтет это необходимо. Вот пример. Для того, чтобы, скажем, оформить кредит в централизованном государстве или поехать за границу, или там что-нибудь еще такое, вам, ну, скажем, нужна справка из ЖЭКа. Надеюсь, все помнят, что такое ЖЭК, да? Вы идете в ЖЭК, где, значит, три окошка не работают, открыто только одно, а толпится нервная очередь, в которой, так сказать, ругань, крики, отталкивание друг в друга, окошко все время закрывается, то на обед, то пописать, то, так сказать, на перерыв, то покурить, там что-то еще. Так что надо ужасно долго ждать. Да и понятно, что, прорвавшись к окошку, значит, единственное, что получишь, это нам нужны, значит, другие документы. Идите. Вот. А в соседнем зале, значит, никого. Там за барьером что-то якобы делают еще там два-три сотрудника, и приоткрыта дверь в кабинет начальника. Если вы зайдете в этот зал, где как бы приема нет, и заплатить некую обозначенную сумму чиновникам, значит, вы, ну, им в карман, который идет, а не в государство, естественно, да, вы быстро, вежливо и без дополнительных документов получите любую необходимую вам справку. И чиновники будут приятно, хорошо с вами общаться, благодарить вас, просить приходить еще раз. Почему? Очень все просто. Если бы, значит, не было этой толпы, если бы не было этого, так сказать, горлышка, то есть, которое они сжали, вот, так сказать, да, так сказать, бутылочное такое горлышко, через которое очень сложно пролезть, то они бы лично не зарабатывали, а все бы стояли в очереди, так сказать, и как бы боссом был народ, да, так сказать, клиент, что называется. А так как они это организовали, все нервничают, все хотят и прочее, то им лично в карман идет некая мзда, что их, естественно, очень устраивает. Ну, естественно, вдоль и те, кто сидит в окошке и принимает, и кто создает очередь, и те, кто берет деньги, и начальник, а главное, что вдоль еще и милицейский начальник закрышевания, и начальник районных жеков, не знаю, как они там называются, которому несут мзду, и он часть оставляет и тащит куда-то наверх. И так идет все, поднимается до самого верха. Вот, а если вы, например, хотите купить сервант, скажем, да, так сказать, причем импортный сервант, если бы они стояли в магазине, значит, то вы бы пришли, приценились, и выбрали, и заплатили бы, ушли. А что бы продавец с этого имел? Зарплату, там, полпроцента, там, поощрительные. А вот если, если их нет, сервантов, если это дефицит, значит, тогда вы договариваетесь с сотрудниками магазина, что как только они появятся, вам немедленно позвонят, и вам еще говорят, что таких, как вы, много, и вы нервничаете, и, наконец, вам звонят. Вы мчитесь, но не в магазин, а на склад, естественно, где в восторге, причем ровно за две цены, вы берете сервант, сервант вашей мечты, и вам хорошо, и продавец заработал, и директор заработал, магазин и отнес кому-то там наверх, а тот оставил что-то себе и поднял еще часть наверх, и часть наверх, и опять тоже наверх, наверх, на самый верх несется ручеечек, который, так сказать, со всех этих ручейков сливается, так сказать, в огромную мощную реку денег. А вы так говорите, конкуренция, конкуренция, разве можно так легко зарабатывать при конкуренции? Отстегивает наверх, кто положен, так сказать, можно легко научиться, и дальше делает, так сказать, все что угодно. Утверждение, что профессор, уборщица, замминистра и постовой медицинер, они равны правильно, только в одном смысле, перед Богом равны. А во всем остальном, они не равны. У одного острый, у другой лентяй, третий вообще не хочет работать, четвертый просто подлец и преступник. Один выбивается из сил, стараясь создать в своей семье, хорошую жизнь, а второй просто лежит, так те и смотрят телевизор. Ну, как они могут быть равны и равно вознаграждены? Это же просто абсурд. Если все платят одинаково за все, что они делают, это не заставит того, который лежит на диване, идти работать. Но легко уложить на диван многих из тех, кто вкалывал, когда было, зачем вкалывать. И еще. Родители помогают своим детям. А своих друзей мы любим больше, чем людей, которых мы не знаем, совершенно незнакомых нам. Любить ближнего, как самого себя, это хороший лозунг. Но как-то я уже говорил, что Господь так нас создал, что если Он нас не переделает, ну, скажем, кроме 12-30 праведников на поколение, остальные миллиарды, этого делать не смогут. Поэтому снимать последнюю рубашку, чтобы отдать нуждающемуся гватемальцу, я не знаю, зулусу, или даже, так сказать, бомжу на соседней улице, никто, ну, кроме как вот праведников, не будет. Возможно, возможно, приучить детей помогать нуждающимся. И это очень здорово. Невозможно и не нужно, как мне кажется, даже говорить им, что они и все мы обязаны делить поровну все, что мы заработали. Кто-то получил большее при рождении, ну, жизнь несправедлива, что мы можем поделать. Один живет в доме, а другой в какой-то, так сказать, разрушенной хибаре, или вообще просто в землянке. Любой американец привилегирован с точки зрения, там, скажем, человека, живущего в Никарагуа или там в Мексике, жителю Чада, там, Заира, Албании, Марокко. Мы привилегированные, мы морально обязаны помогать страждущим. Кто-то помогает калекам, кто-то бездомным, кто-то кошкам, кто-то лесам Амазонки, и это прекрасно, но это наша моральная обязанность. Сделать весь мир или даже население одной страны равными в получении товаров и услуг совершенно невозможно. Противоречит здравому смыслу. Показало на десятках примеров, что ведет к нищете, дефициту, диктатурам. Совершенно разного толка, но к диктатурам. И в финале приводит к национальным катастрофам. И это раздавать все, так сказать, зарабатывать, работать, вкалывать, потом бежать, все отдавать, кроме этих праведников, это противоречит натуре, как я уже говорил, большинства людей на планете Земля. Значит, отбирание у одних и распределение их другим, при этом отнимание распределяющими часто себе, значит, никуда не приводит. Оно к счастью точно совершенно не приводит. Мы уже видели это. Как раз наоборот. Всегда приводило к несчастью. Всех, кого делали равными, единственное, кто жил хорошо или просто лучше других, это те, кто распределяли, кто у кормушки, кто управлял, командовал, призывал, произносил речи о братстве, равенстве и тому подобное, не приводят левые принципы к тем результатам, ради которых они предлагают вводить эти принципы в нашу жизнь. Привилегированному предписываемому Альберту Эйнштейну высказыванию делать одно и то же и ожидать иных результатов это признак слабоумие или, не помню, он может быть сказал побежательство. Разговоры левых, что Польша, Венгрия, ГДР, Монголия, СССР, Вьетнам, Камбоджа, Аргентина, Венесуэла, Куба, Румыния, Панама, Никарагуа и все остальные, кто строил левый рай, построили вместо него ад и сделали это исключительно потому, что во главе вот этих стран, то есть всех, кто пытался стояли неправильные люди, оно абсурдно. А вот именно мы, говорят левые, в каждой новой стране уже после 30-40 попыток на 41-й, вот они говорят, вот именно мы, мы другие, мы честные, мы принципиальные, каждый говорит это и снова приводит к одному и тому же. Вот мы все сделаем правильно. И вот просто мы наконец построим то самое счастливое будущее, которое все обещали, но те предыдущие не делали. Вот это кажется признаком решательства или слабоумия. Потому, что я знаю, не верю, не предполагаю, а совершенно по-научному знаю и готов это доказать. Знаю, что, как сказал премьер Российской Федерации, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Хотелось как лучше. Я, кстати, в этом совершенно не уверен, когда мы говорим о социалистах. Ну, хорошо, давайте представим себе, что действительно они не врут, им хочется как лучше. Я просто знаю, что у них получится как всегда. Как всегда. На этом все. До свидания.